Приветствую, друзья, на своем канале. С вами опять Николай. И сегодня не о печах, а сегодня о ланосах и о ГБО поговорим. Хочу поделиться своим опытом. Была у меня ситуация, когда машина не едет, воняет газом, открываете капот, а редуктор замерз. Капец! Что делать? Где искать причину? Сегодня я хочу поделиться своим опытом, что я обнаружил в процессе устранения этих деталей, как я устранил и где кроется причина замерзшего редуктора. То есть, на самом деле, все просто. Ребята, смотрим видео до конца. Я все подробно описываю, рассказываю, где какой косяк и почему такое происходит с редукторами. Ну, почему они замерзают. Короче, смотрим, ребята. Приветствую, друзья, на своем канале. Сегодня видос хочу поделиться своим опытом. Почему замерзает редуктор? То есть, заводите машину, бывает на холодную, бывает на ходу. Короче, заглядываете под капот, смотрите под капот, а он весь там замерз и не им покрылся. Короче, ребятки, суть здесь в чем? Значит, суть в том, что мастера имбецилы берут прямо от этого патрубка, ну вот, от редуктора. Вот он выходит. И подключают сюда на дроссель. Вот сейчас я, сейчас видно вон. Так, плохо видно. Ну, короче, на один, там на дросселе два вот этих патрубка. Вот один я показываю рукой. А с той стороны отсюда другой стоит. То есть, берут вот этот шланг, короче, вот, вот он идет. И в разрез, короче, бросают его через переходник. Вернее, они берут редуктор, ставят переходник. И запитывают вон, вот на этот шланг, если видно, вот на этот. Вот, вот. Видно, я показываю, вот на этот шланг. Короче, вот этот. А другой выход, короче, в разрез бросают на вот этот шланг. Ну, и суть в чем получается. Короче, вот наши переходнички. А вот тройник родимый, который должен идти. Через какие-то должна идти, ну, запитывать редуктор. Вот этот тройник. Ну, вот, можете сравнить диаметры. Видно тогда. Да, вот такая вот красота. Это я снял. Вот. А вот это, родимый патрубок печки. Печки, короче, системы охлаждения. Вообще, 18-й, 18-й диаметр. Даже не 16-й, а 18-й. Вот, короче, 16-й я держу. Где-то было написано. Ну, вон, 16-й видно. Вот это 16-й. То есть, на печку идут 18-й, родимые. ГБО все разведено 16-й. 16-й шлангами разводится. И вот этими переходниками пластмассовыми. Вот этой штука. Короче, имбецилы ставят вот эту херню туда. Вот эту красоту туда ставят. Так это я уже их почистил. Они были забиты. Вот здесь было забито все. Вот видите, я не вру. То есть, он сейчас какой. Вон, видите. А было все забито и закисшее. За полгода эксплуатации. То есть, они... Ну, вот сюда. Вместо вот этого тройника. Там сейчас тройник стоит. Короче, они вместо этого тройника. Ставят туда вот этот переходник. Которого хватает на полгода. То есть, и сюда. На вот этот шланг. Вот я показываю. Вот на вот этот. На дроссель. Это дроссель. Который сюда вот пошел. Вот он. На этот самый. На бочок. Ну, короче, по-разному. Там несколько схем есть таких. С этими переходниками. Есть несколько схем, пацаны. Ну, и, соответственно, 16-е диаметры. Не зря же туда поставили. На это самое. Ну, завод-изготовитель не зря. Вот эти берет. Такие диаметры шланга. И переходника. И тройники. Это же специально для прогрева редуктора. Рассчитано все. Ну, и имбецилы, короче, делают по-своему. Потом еще один момент. Если вот этот переходник. Сейчас покажу из-под машины. Вот наша печка. Короче, если вот этот переходник. Ставим сюда. Получается разность в шлангах. Вот эти шланги, родимые, идут 18. А те, которые с ГБО, то сольные вы дотачиваете. Уже 16-й диаметр. Ну, соответственно, оно вот здесь. На... Вернее, 16-й. На вот этом тройнике держится хорошо. А вот этот тройник сюда, когда вставляешь 18-й, зажимается плохо. То есть, вылетает отсюда, выпадает. И так дальше. Короче, еще есть один момент. Вот. Они у меня подтянуты стяжкой раз. Шланги. И там выше подтянуты два. То есть, вот если есть подключение от печки. Идет отсюда у вас пошло. То вы цепляете кулисой частенько. Вот этим вертолетом. За шланги. И, естественно, нарушаете хомуты. Начинает отсюда подтекать. Вы едете к газовщикам. Они опять психуют, нервничают. Ну, и, конечно, им неудобно лезть под машину. Вот это химичить отсюда. Всю вот эту разводку. Типа, как положено. Вот здесь должно стоять два тройника. Вот. Один и второй. И пошли наверх на редуктор. Все, и вся любовь. Короче, но проще сверху подключить прямо шланг. С этого взять с дросселя и кинуть его на... Я извиняюсь, вылазил из-под машины. Но проще взять вот этот шланг с редуктора вот под верхом. Разрезать и кинуть на дроссель. На вон туда. Вон, вон, вон. Вот мы его видим. Хомут я сейчас пальцем не тронусь. Вот сюда. Ну, вон, он сейчас видно. За датчиком дроссельной заслонки, он видно шланг идет. На низ, типа, трубка пошла. Ну, проще сделать так. Короче, или там другая схема. Как-то по-другому они подсоединяются. Ну, короче, суть такая, что через вот эти переходнички. Через вот эту красоту. Через вот эту красоту, пацаны. Ну, естественно, вы даете копоти. Весь прикол заключается в чем? Пока машина работает на холостых, вы этого не видите. Начинаете ехать, даете газу, и редуктор замерзает. То есть, появляется провал, короче. Ну, и все, машина не едет. В хорошем случае, если хорошо прогрет, то он будет просто мокрый и холодный редуктор. И можно не понять сразу, что он холодный, не греется. То есть, просто не едет машина, и все. А если хорошо давали копоти, или на холодную завели, и начали газовать, то он замерзает. То есть, короче, есть такая фишка, что просто можете не заметить его, короче, что он замерзает, этот редуктор. Ну, вот, посмотрите. То есть, ребята, вот видите, я думаю, вы сами все поймете. Посмотрите, какие шланги. Вот это с заводом-изготовителем, вот этот на ГБУ рекомендуется. Везде, везде все. Тройники, двойники, выход с редуктора, тоже вот такого диаметра, как вот этот тройник я держу. А вот это родимый шланг печки. Ну, как вы думаете, что оно будет? Как будет работать вот через эту херню? Офигительно. Это один разъел уже вот этот, вот этот вот разъел, антифриз разъел. А вот этот еще меньше диаметра, видите? То есть, насколько идет заужение. Вот такая байда, короче, ребята. Плюс, чем еще хочу поделиться. Выносной термостат у меня стоит, вот. Отсюда я его вообще вытащил. То есть, вынял, поставил прокладочка паранитовая, все стоит. И все, у меня термостат здесь только стоит. Вот сейчас на зиму 82-102 градуса. Ну, он держит, получается, температуру держит где-то 92-94 сейчас. Я думаю, нормально. Плюс, если будет холодать на зиму, это будет нормально. На лето, конечно, надо что-то попроще, многовато, я считаю. На повышенных температурах кататься. Короче, я не советую. Вот такое. Флюс. А, промываю систему, пацаны. Тоже поменял тасул. Каждый год антифриз. Промываю систему. Что хочу сказать. Сливаю, промываю кислотой. Короче, катаюсь нормально. Заливаю два пакета кислоты. Катаюсь, ну, я не знаю, где-то часа два-три. Потом она стоит, остывает машина. Сливаю. Промываю опять дистиллированной. Разбавляю дистиллированную с антифризом. Чуть-чуть. Не чистой дистиллированной. И вымываю всю накипь. Короче, это раза два-три надо такую манипуляцию сделать. Вымываем все. Потом ставлю, заливаю чистый антифриз. Ставлю сюда вот такой фильтр жигулевский. Для того, чтобы собрать ту накидь, которая осталась. Бачок вымываю. Тряпку туда закидываешь, снимаешь его, глушишь вот эти шланги по трубками короткими. Короткими. Короче, два болта вставил и оттуда, и нижний тоже. Три болта, короче. тряпку закидываю, вымываю все оттуда. Вымыл. В общем, такое. Вот так вот. Ну, как-то так. Заливаю тассол. Фильтр собрал его. Ну и все. А вот тройник видно. После того, короче, я удлинил эти шланги. Для того, чтобы не ставить вот эти тройники. вот эти тройники не ставить там внизу. Короче, я удлинил шланги. Это 16-е. 18-е снял вообще. Поднял два тройника. Вот один. Выходит, видите? То есть, специально удлинил, чтобы не цепляло ни кулиса, ничего. То есть, в принципе, можно было и этот. Просто тело тунное, длиннее, короче, получается. Хвосты у них. Так. И вот второй тройничок. Сейчас, подождите, пацаны. Вот. Вот этот тройник, я рукой на него, пальцем сейчас трогаю. Вот этот тройник стоит, еще один. Короче, специально их поднял повыше. То есть, кинул везде. 16-й шланг идет, поднял повыше. Ну и... Ну и нормалек. То есть, все прогревается. А, ну и плюс, какой в выносном термостате. В любой момент, когда надо, хомуты снял, вынял, поставил больше, поставил меньше на лето. удобно. То есть, не надо каждый раз снимать ГРМ, вынимать, разбирать. Такое. Ну вот, еще раз смотрим, вот это, родимые шланги. Сейчас. Тот, который левее, это печка. Который правее, это 16-й, обычный, тосольный шланг. Который на ГБО стоит. Вот этот тройник, родимый, который должен стоять. Вот его диаметр. А вот эта херня, через которую, имбецилы пускают, запитывают редуктор. Ну, и как вы думаете, будет оно работать или не? Ну, вот этот, уже, вот этот выгнил, стал побольше. Или я дрелью прочистил, я не помню. Что-то такое. По-моему, я дрелью чистил. Короче, ни хрена с этого не получилось. пока не переделал по-людски. И получается, те тройники, которые я поставил, латунные, еще больше в диаметре, чем вот этот, вот эта байда. Ну, такая шняга. И, короче, других причин нету. то есть, они будут отнекиваться, говорить, что вот, тройник я снимаю, еще один. Блин. Ну, вот он стоит. Вот, видно, тройник латунный. и на низ пошел. Вот два хомута по быкам, и один на низ ушел. Так, ну, вот так вот. Это на четвертом поколении. На третьем, хрен я знаю. Да и на третьем тоже, в принципе, если запитывать редуктор отсюда, то будет замерзать, я думаю. Короче, такие дела. Было и здесь, и у меня такое было. То есть, замерзал. Пока не переделал, никаких проблем есть, нету. Температуру держит, ездил на Одессу, обратно. нормально. Ничего, нигде не замерзает. замерзал, притом летом, в жару, в 30-ти градусную. То есть, мерзлый был полностью. Поэтому, а когда стоишь на холостых, этого не видно. Он даже нагревается. Ты рукой трогаешь горячими. Вот такой обманщий, этот самый, обманные эффекты есть в нем присутствуют. А когда начинаешь ехать, все, редуктор даешь газу, то есть, он наполняется, естественно, продавить через те переходники не может. И ему не хватает тепла, он замерзает. Сначала потеет, холодный. Или же просто холодный, мокрый редуктор, холодный. И все. То есть, открываешь капот, вроде на первый взгляд ничего не заметил, он просто мокрый, холодный. и все, машина не едет. Как не ехала, так и не едет. Вот такое. Ну, тут после имбицил, я много чего переделал. вот это, короче, штука стоит, это пацаны, я сорвал этот датчик температуры, вот этот вот, вот этот маленький. Короче, заглушил его временно болтом, и думал вывести, заказал у токаря такую проставочку, думал его здесь поставить. Короче, поставил в этом месте на шланг, в проставку, а температура не показывает вообще. Вот эта проставка рукой нельзя дотронуться, горячая. А датчик в этом месте не работает, на этом шланге. Это шланг, который выходит, вот он, прямо с головки. То есть, самое-самое, горячая температура там. Короче, вот такие дела. Вот такие, пришлось, нарезал резьбу, там взял метчик, этот самый. Короче, делал типа гужона, вкрутили гужона сначала туда, в болту, потому что резьба мелкая, то есть, еще метчика вот такого не было, резьба мелкая. Ну, короче, целая проблема. Нарезали обычную резьбу, крутили гужон, сверху датчик, а этот гужон посадили на паклю и на краску, потому что датчик сам завода идет конусный, естественно, в домашних условиях так нарезать не получится. еще такие дела, пацаны. Так что, если есть, если есть проблема с редуктором, заглядывайте сразу сюда, куда запитан вот этот шланг, один, второй идет. Если на дроссель, на вот эти шланги, вот сюда, все, снимайте его нахрен, меняйте, дело не будет. Будут провалы, будут просадки, то есть, будет мерзнуть редуктор, не греется, не едет и так дальше. Все, пацаны, кому было видео полезным, ставим лайки, дизлайки, пишем комментарии, подписываемся на канал. Все, спасибо, пацаки, до новых видосов. Все, пока-пока.